Эти комнатные растения очень ядовиты для домашних животных. Некоторые комнатные растения, при всей своей красоте, очень опасны для домашних животных. Если ваш любимец по каким-либо причинам съест листья или цветок, то может получить тяжелое отравление. Какие комнатные растения не стоит выращивать дома, если у вас есть кот или собака, рассказываем в материале ниже. Пуансетия Это растение очень часто покупают зимой, ведь второе его название – рождественская звезда. Она относится к семейству молочайных, в ее стеблях и листьях есть ядовитые вещества. Если их съесть, то у животного возникнет тошнота и рвота. Спотифилум Этот комнатный цветок еще известен под названием «Женское счастье» или «Лилия мира». Растение довольно несложное в уходе. Имеет блестящие темно-зеленые листья и дает красивый белый цвет. Однако тем, у кого дома живут собаки или кошки, стоит отказаться от выращивания спотифилума. Если животные погрызут листья, то получат раздражение полости рта. Тюльпаны и лилии Эти цветы очень часто продают в горшках в начале весны. Они также токсичны для домашних любимцев, так как содержат гликозиды. Наиболее ядовитой частью являются луковицы цветов. Если ее съесть, может возникнуть рвота и гиперсоливация. Алая вера Популярное комнатное растение, которое очень ценится за свой неприхотливый характер, представляет угрозу домашним животным. В растении имеются антрохиноновые гликозиды, которые метаболизируются кишечными бактериями с образованием соединений и увеличивают количество слизи в толстой кишке. Попадая в организм животного, ядовитые вещества провоцируют появление тремора и рвоты. Монстера У этого растения очень красивая раскидистая листва, именно благодаря этому она очень полюбилась украинцам. Ее часто используют в домашнем декоре. Также она достаточно проста в уходе. Но монстера содержит нерастворимые оксалаты кальция, поэтому очень токсична для кошек. Сансевьерия Это комнатное растение, также достаточно распространено в украинских домах. У нас ее часто называют «тещин язык». И она также может нести угрозу здоровью вашему коту или собаке, если те погрызут листья растения. Замиакулькас Несколько лет назад это растение стало суперпопулярным в Украине. Ним стали массово декорировать зеленые зоны в ресторанах и общественных пространствах. Также она быстро прижилась в домах украинцев, потому что не сложна в уходе, и с ней справляются даже начинающие. Но вместе с этим, она токсична для домашних животных. Если кот или собака ее съедят, то будут мучиться от боли в желудке и рвоте. Раньше мы рассказывали о том, как из одного листика фиалки получить много черенков. Читайте также о том, какие комнатные растения нельзя ставить на подоконник.